Год назад мне и нам всем казалось, что мы сможем победить очень быстро. Теперь, когда репрессии продолжаются, вроде как слышны голоса, что победа невозможна и все кончено. Это совсем не так. Я бы хотела привести примеры политиков, без оценки их идеи деятельности. Политиков, которые не верили в свою победу, но тем не менее они победили. Да, через какое-то время, но все-таки победили. Пример первый. Сто лет назад среди большевиков царила большая уныние и депрессия. 2 января 1917 года был арестован практически весь состав Петроградского политического комитета партии РСДРП, наиболее значимой большевистской ячейки в России. Партия большевиков в то время была в тени. Она действительно была в тени очень влиятельной левой партии социалистов-революционеров. А будущий основатель СССР Владимир Ленин, Ульянов Ленин, живя больше десятилетия за границей, уже не верил в возможность скорой революции. Например, выступая в середине января 1917 года перед социалистической молодежью Шейцарии, с докладом о русской революции 1905 года, Владимир Ленин очень грустно отметил. Мы, старики, может быть, и не доживем до решающих битв этой грядущей революции. И что мы видим? Через два месяца в марте 1917 года Николай II отрекается от престола, и вслед за этим было сформировано временное правительство. Ну а дальше случилась Октябрьская революция 1917 года, которую, кстати, сами большевики называли и считали мятежом. Ленин в итоге пришел к власти. Отмечу это просто как факт, без характеристики личности Ленина. Он победил. Еще за пару месяцев до перехвата политической повестки, а потом и прихода к власти, Владимир Ленин не верил, что в этой жизни он сможет победить. Пример второй. Олег Валенса, лауреат Нобелевской премии мира и бывший президент Польши, а также легендарный руководитель солидарности. Он не верил, что победа вообще возможна. Он так и сказал однажды на пресс-конференции. Цитирую его. В то время ни один из великих мировых лидеров не верил, что можно покончить с этой системой и оторваться от Советского Союза. Никто в это не верил. Я беседовал в 70-х годах и в начале 80-х с президентами, премьер-министрами и даже королями из разных стран. Все твердили, что СССР и коммунизм просуществуют еще долго. Но поддержка народа, церкви и авторитет Папы Иоанна Павла II помогли сделать возможным то, что считалось невозможным. И тут не стоит подменять понятие. Не Папа Иоанн Павел II делал революцию за поляков. Он пригласил поляков к такой общей молитве. А политическая оппозиция тогдашнему режиму смогла подхватить свой пробужденный народ и повести к победе. А вот на Кубе Папа Римский во время паломничества собрал почти весь народ. Но поблизости не оказалась организованной оппозиции, способной повести за собой этих людей. И, как мы видим, режим там неплохо себя чувствует до сих пор, несмотря на смерть своего главного идола Фиделя Кастр. Вопреки убеждениям и неверию в победу, 9 декабря 1990 года победил Илья Хваленса, набрав во втором туре в Польше почти 75% голосов. Пример третий. 11-13 января 1991 года в Вильнисе при штурме советскими десантниками телебашни и телецентра погибли 14 безоружных людей. И более 600 человек получили ранения. Профессор Витов Тос-Ландсбергис, председатель Верховного Совета Литвы, а потом и Сейма Литвы, вспоминал. Кремле сидели и ждали, когда будет покончено с литовской независимостью. Ждали хороших новостей из Вильниса. А там, там дело затягивалось. Из-за смелости и упорства безоружных защитников свободы, которых давили танками, они не убегали. Ни Горбачев, ни его министр обороны маршал Язов, ни начальник генштаба Ахромеев, никто ничего так и не понял. Они за всем этим видели только заговоры и козни империалистов. Ничего не напоминает? Через несколько месяцев, 6 сентября 1991 года, Государственный Совет СССР признал независимость Литвы. А ведь сколько было угроз вести войска и применить уже силу и в Польше, и в Литве. Так же, как сегодня все боятся военной интервенции и боятся ввода российских войск в Беларусь. История повторяется. Лех Валенса говорил, мы знали, что была интервенция в Чехии, что существовала угроза агрессии на Польшу. Даже если наши политики не говорили об этом прямо, все же чувствовалось, что они боялись угрозы прямого военного вторжения с СССР. Профессор Лансбергис вспоминал, первые годы, когда мы стремились сблизиться и войти в Европейский Союз, звучали всякие угрозы, звучали предупреждения, мол, Россия никогда не позволит, она применит все способы, и военные, и какие угодно, чтобы этого не допустить. Потому что это очень опасно для Москвы, если Эстония, Латвия, Литва вступят в Европейский Союз. В истории у наших соседей есть примеры, когда политики и лидеры думали, что победа невозможна, но, тем не менее, не сдавались и делали, что могли, и победили. И мы победим. Лех Валенса также сказал, как будто всем нам, в наши 2020-2021. Без Беларуси нет Европы. Как Европу можно представить вообще без этой страны? Будучи президентом, я взял курс на интеграцию Польши в общеевропейское пространство. И счастлив, что мы в мировом сообществе, что мы между многими странами, и между многими странами стираются границы. В начале 90-х мы вели интенсивные переговоры о включении Беларуси в общеевропейский контекст. Позже, конечно, эти процессы затормозились, но сегодня вновь стоят на повестке дня. Да будет так. Живи, Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok